Девушки отдыхают 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 Очень приятно. Пожалуйста, приходите, и мне тоже. Очень даже шикарно. Ну вообще. Юля, когда я прочитала, что в гостях будете выбирать женихов, вы, я думаю, у меня глаза лопнули. Почему? Ну, если у вас проблемы с женихами, тогда что говорить всем остальным? Для начала я хочу, чтобы вы представили своих сватей. Это моя самая близкая подруга Оксана. Мы уже дружим, наверное, лет 8. И не было такого дня, чтобы мы с ней не созвонились и не обсудили какую-нибудь тему. И моя совсем новая, но очень верная и преданная подруга Корнелия, которой я тоже доверяю вот этот вот важный сегодняшний момент, помощь в выборе жениха. Юлечка, давайте помечтаем. Давайте. Вот в идеале, вот представьте себе, в конце концов, Новый год, и все желания сбываются. Вот в идеале опишите, каким бы вы хотели видеть рядом с собой мужчину. Боже, передачи не хватит, но я постараюсь. Тогда я буду записывать, хорошо? Давайте. Я бы очень хотела бы, чтобы он был терпеливым. Это раз. Я бы очень хотела, чтобы он был опрятным. Это два. Для меня важно, чтобы у него было неординарное чувство юмора. Потому что я уверена, что некоторые семейные неурядицы можно как раз-таки решить каким-то путем юмористическим. Согласна. Скажем так. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы он был в хорошей физической форме. Но если у него будут некие проблемы, я смогу ему помочь. Какие проблемы-то? Ну, если, например... Животик. Нет. Ну, как животик. Бывает же такое, что мужчина хочет поправить свою фигуру, но ему силы духа не хватает и такой какой-то закалки. А вам нравится худые? Нет. Мне нравится просто мужчина уверенный в себе. Ну, Юлька вообще непонятно, как она певицей стала. Она спортсменка, по-моему, все-таки. По сути своей. Посмотри. В этом смысле я не буду его обманывать, если он мне скажет, как я выгляжу. Мне кажется, что-то у меня лишнее есть. Вот я, наверное, не забываю. Знаете, какой самый сильный шум? Когда два скелета занимаются любовью на железной крыше. Мне нравится просто, чтобы мужчина был хорошо сложен. Он может быть высоким и не обязательно худым. Главное, чтобы он был пропорциональный, хорошо сложен, и чтобы ему комфортно было. Ну, хорошо, дальше. Так. Пока ничего особенного. Все-таки мне хотелось бы, чтобы он был образованным и мудрым, поскольку самой мне хотелось бы очень многому у него учиться. По поводу щедрости ничего не сказали? Если он будет любящим мужчиной, то он будет щедрым мужчиной. Вот как-то мне верится в то, что... И не важно, что он будет работать дворником в ЖЭКе? Нет, важно. Важно? Важно в каком смысле? Конечно, важно, чтобы материально мужчина рядом со мной чувствовал себя уверенно, а для этого ему нужно зарабатывать хотя бы на том же уровне, как и я. Я очень люблю спорить. Это моя проблема. Потому что переспорить меня практически невозможно. Из-за этого частые конфликты. А еще я очень любопытна. Не знаю. Так, подробнее, пожалуйста. Ну, правда любопытно. То есть, вот, в общем-то... СМС-ки, СМС-ки будете в телефон проверять? Скажем так, я, если не будет на то повода, не буду этого делать. То есть, в телефоне СМС-ки будут читать? Понял? Не будет читать СМС-ки. Сейчас есть пин-коды специальные, знаешь ли? Чтобы СМС-ки не читать? Ну да. Но любопытство моё заключается не только в том, чтобы ладить там какие-то... Я имею в виду, мне было это очень интересно, чем он занимается в свободное время. Какие у него увлечения. Мне будет интересно вместе с ним ездить на эти увлечения. Дабы, опять же, посмотреть, чем это он там занимается. Последний вопрос. Юлечка, какой вы видите свою будущую семью? Я вижу свою будущую семью очень счастливой, в первую очередь. Я очень хочу детей. Двоих, а может быть, троих. Я хочу большой дом. Уютный дом, как нормальная женщина этого хочет. Единственное, что, конечно, я не обещаю стать домохозяйкой, потому что по натуре я слишком быстрый, юркий человек. Мне было бы очень сложно. Я бы, наверное, зачахла бы в квартире или в доме в одном. Но то, что, скажем так, детьми бы я сама занималась, по крайней мере, на первом этапе, это точно. Я хочу послушать Розу, что она вам рекомендует, на что стоит обратить внимание в выборе сегодня необычной женихи. Ой. Юль, скажите мне, пожалуйста, вы хотите замуж, честно? Уже да. Так вот, перестаньте якать. Я знаю точно, что вам нужен уверенный мужчина. Но уверенный мужчина, а сейчас мы увидим таких, лучше этих мужчин нет. И пускай вся страна гордится такими мужчинами, которые сейчас будут. Они не потерпят вашего я. Будьте умны. Вы очень умная девочка, очень. Но вам нужно немножечко скрывать. Знаете, как я всегда говорю своему? Мне все равно ему приятно. Ну, прикиньтесь вы. Ну, промолчите, спор это хорошо, когда в диалоге, да? Да не спорьте, вы с ними больше выиграете. Поэтому я вам сейчас даю следующий ориентир. Значит, мы не якаем, да? Мы такие мягкие, пушистые, добрые, стреляем глазками. И ориентир следующий. Настоящий мужчина, это тот мужчина, который сделал хотя бы одну женщину счастливой. Хорошо, попробуем. Малыш, у тебя уже получается. Василиса, что говорят звезды? Какой муж? И к чему стоит прислушаться, Юля? Юля, как настоящий скорпион, ты мастер провокации. Я про это все знаю, на самом деле. Во-первых, выбирай самых спокойных мужчин. Ты правильно на стабильность ориентируешься. Выбирай состоятельных, не бессеребренников. Да, и при этом, не устраивай им, пожалуйста, сегодня эти проверки, и не устраивай им сегодня кризис, но попытайся понять, кто из них сможет этот кризис с тобой пережить в дальнейшем. Да, потому что жизнь со скорпионом непроста, но очень увлекательна, как минимум. Дай каждому из них шанс. Да, увлекательная жизнь. Увлекательна. Как на вулкане. Предлагаю познакомиться с первым. Внимание на экран. Леонид Закашанский, 24 года. Леонид по профессии юрист, а по жизни шоумен. Любит скорость и экстрим, катается на сноуборде, лыжах, а недавно освоил коньки. У Леонида перед глазами примеры друзей, которые рано женились и уже успели развестись. Поэтому к выбору невесты он подходит основательно. Он ищет ту единственную, в которую влюбится и которая поможет ему преодолеть страх перед семейной жизнью. Она должна быть умной, обаятельной и обязательна с чувством юмора. Ну что, Юля, пойдемте знакомиться с первым женихом. Девочки, держитесь. Здравствуйте, прекрасная Юля. Здравствуйте, прекрасная Лариса. Встаньте, дети, встаньте в круг. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Юля. Я тот самый список, который сейчас громогласно на всю страну зачитала прекрасная Лариса. Леонид, не будем скрывать, что мы знакомы с вами. Последние 15 лет, да, Юля. Но мне очень неожиданно вот тебя здесь, Ленечка, увидеть. Проходите сюда. Ленечка, я готов пуститься во все тяжкие. Хорошо. Человек вон там. Он все время одеял на себе тащит. Ой, с пирогами. Боже мой. Давайте, Юля, поаплодируем все вместе, дорогие друзья. Ого, это шоу. Сразу видно шоумен. Леонид. Да. Ну что, жениться ведь пришли? На самом деле... А что в личной жизни-то? Полный крах. Ну а было что-то интересное в личной жизни? Не, ну конечно же было, понимаете. В мои 24 года было столько всего интересного. И... Эка вас жизнь-то покоцала. Покоцала, да? Да, да, да. Ну вам виднее все-таки. Я в своей 70-кой артистке сижу здесь. Давайте тоже поаплодируем. Конечно. Леонид. Да. Ну так. Да. Что хотите, чтобы о вас обязательно знала ваша будущая жена? Я в другом сфорумею пару раз. Что хотите, чтобы о вас не знала ваша будущая жена? У меня, знаете, есть такая проблема. Я сейчас откровенно, честно говорю. Я постоянно теряю ключи от квартиры. О-о-о-о-о. Поэтому... От разных. От разных квартир. Я так думаю, что вы это делаете спецом. Правда? Назоила девушка, ключ потеряла. Да. И поэтому, ну конечно же, я бы соврал, если бы сказал, что вот такой, знаете ли, если бы я был суперопрятным, не разбрасывал бы носки по всему дому и постоянно... У вас и сейчас носок, видите, на плече. Да? Подожди. Опрятность имелась в виду не в смысле того, что ты должен держать, например, идеальный порядок в доме. Опрятность имеется в виду во внешнем виде мужчины. Ведь мужчина может быть недорого одет, но быть очень опрятным. Юлечка, по-моему, она мне чистая рубашка, и она... Нет, я сейчас не говорю, что ты неопрятная, просто ты... Браво костюмерам. Уголай. Лариса, ну что же вы раскрываете все мои карты? Чтобы мужчина мог зарабатывать столько, чтобы иметь дома костюмера. Костюмера. Молодец. Дай мне от хлеб. Молодец. Всего от хлеба не отбирай. Это мой конек. Вот по поводу поподробнее давайте. Как у нас с материальной стороной? Все хорошо. Квартира есть. Все хорошо. В центре, да? В центре. В центре. Машина есть? Есть. Есть. Детишек мы куда пошлем учиться? Их, простите. Ваших? Наших. Наших. В среднеобразовательную московскую. Я патриот. Хорошо. Это с хорошей стороны характеризует женщина. Спасибо. Леонид, скажите, пожалуйста, а что для вас в женщине отвратительно? Ложь. Потому что я думаю, что чувство, которое позволяет тебе распознать правду, тебе говорит человек или нет, и когда ты ловишь человека на лжи, это, мне кажется, самое страшное и неприятное, что может быть. А вы сами приврать можете? Я могу приукрасить. Хорошо. Юля говорит. Леня, я толстая. Просто жир трест, это же очевидно. При этом передав мне лупу, я смотрю в нее и говорю нет. Не, ну что, ну это не очевидно. То есть человек сейчас просто сам себе могилу уроет. Она девушка молодая и надеюсь, что не совсем неопытная. Вот они по ушам ездят, все сипуси ляли-вали-трали-вали-пали-вали-вали. А вот я сейчас хочу обратиться к вашим друзьям. Вы же не из шоу-бизнеса. Почему? Дмитрий Носов шоумен, олимпийский чемпион. Я не шоу-бизнеса. Это тоже. Вы тоже? Слушайте, а есть простой парень из Тулы. Вот простой парень из Тулы. Мы учились в одном году. Вот можно я с простым парнем из Тулы хочу пообщаться. Дильянар, выходи. Расскажи, пожалуйста, а что у Леони делал особенного, чего нет в других твоих друзьях? Одну женщину сделал счастливой, Леня? Давайте я расскажу. Как видим, у тебя не сделал счастливой. Я по страны смущаю. Сделал хоть одну женщину. Можно я вот делать это? Все, что осталось, выскажу уже. Мы долго слушали тебя, Юля. И насчитали пять пунктов. Я вот вижу дюдаиста сразу. Которые тебе подходят больше всего в мужчине. Так вот. Инициативу в чужой руке передать. Все эти пять пунктов соответствуют Леониду. Он красивый. Он молодой, энергичный. У него потрясающее чувство юмора. Он хорошо зарабатывает. Еще он моет посуду и убирает дома. Я не знаю, что еще нужно доставить. А щедрый? Еще и женщине. Щедрый. И потом самое главное. Это уже говорили вы, что мужчина, настоящий мужчина, хотя бы раз в жизни должен сделать женщину счастливой. Ну так вот. Так вот, Леонид столько раз сделал женщину счастливой, что я просто не могу даже сказать об этом. Я три раза сделал одну женщину счастливой. Леонид, а вы курите? Да. Нет. Ты же не куришь. Бросил. Не курил. Что за... Алкоголь не пробовал? Неправильный ответ. Ты куришь? Нет. Вот. Любите ли вы животных? Обожаю. И могу так сказать, что мое взросление происходило так, что всегда рядом была собака, поэтому к собакам я отношусь с большой любовью. А сейчас данный момент тоже есть? Сейчас нет, потому что нет времени. Видишь, собаки у него нет, он хочет жениться, чтобы рядом всегда была собака. К сожалению, я не могу себе позвать. Была бы я мало уже лет на 20, я бы себе рассказал про войну. К счастью, этого не произойдет. К счастью. Зачем же про войну такие страсти мне рассказывать? Конечно, у нас тут свадьба, мы тут жениться собрались, а вы, Лариса, про войну. Леонид, покажите нам сюрприз, который вы приготовили для Юлии. Сюрприз. Мне кажется, это не очень серьезный конкурент. Так, Юлечка, во-первых, я хочу представить свою замечательную потанцовку. Это Дмитрий Носов, Мирий Хоменко. Ребята, пожалуйста, ваш выход. Поехали. Вот такие движения мы отрабатывали в Тульской области для того, чтобы похорить всех телезрителей на этой передаче. И, соответственно, сольный выход, дорогие друзья. Боже мой. Смотрите-ка. Ну и зачем это надо в семейной жизни? Это объяснить жене, что денег больше нет. Зачем стоять на голове? Ну давай сейчас начнем грелки рвать и гвозди гнуть. Боже, этого быть не может. Ну удивил. Вот как танцуют практики, парни из стулы. Слушай, супер, ну удивил, правда. Понравится сюрприз? Мне очень понравилось. Еще он задел мою больную нотку. Я хореограф по профессии. Он задел мою харизму. Ноткучку, ноточку маленькую. Но она очень... Пойдем? Пойдем, а до других? Парни, идите в свою комнату и наблюдайте, как будут дальше развиваться события. Юля, идемте. Спасибо большое всем, девочки. А самоварчик, это наш? Самоварчик вам. Не надо заигрывать с моими подружками. Дима, иди сюда. Иди, хватит. Ребята, я все сделал. Девчонки, ну как вам? Вот это было шоу. Сначала мне показалось, что он очень неискренний, честно сказать. Рисуется такой? Да, да, там вот этот вот барабан. Она на самом деле скрывает в себе очень такого вот этого мужчину, достаточно чуткого и трепетного, мне так кажется. Я же говорил, он был союзу пустить. Я пытался. Ты перебрал. Я пытался. Перебрал бы, да? Ну ладно. Вообще я должен был говорить все это. Но в любом случае, мне показалось, что как минимум он мужчина, который уверен в себе и он мужественен. За это нужно отдать ему должное. Не, ну действительно, он рассуждает, как мне 24-летний. А еще он умеет красиво танцевать. Это большой плюс. Да. Для меня. Не знаю, при всем при этом у него очень светлые, добрые глаза. И с чувством юмора у него все в порядке. Да. Руза. Леонид, ну ты меня подкупил своей искренностью. Честное слово, потрясающий молодой человек. Ну рану тебе еще, Жениц. Ну что ж ты, честное слово? Василиса, он кто по гороскопу? Василиса. Рановато просто. Лев. Лев. Я могу сказать, что когда лев на сцене, все в фартере. Я могу сказать, что, конечно, союз Скорпиона и Льва совсем непростое дело. Потому что Скорпиону всегда будет казаться, что лев любит только себя, а льву будет казаться, что Скорпион никого не любит. Вот. Поэтому эти отношения простыми не бывают. Но как минимум интересно. Действуем. Да. Вот так. Ты соскучишься. А ваше решение какое? Мое мнение. Ну классный парень. Ну вообще я глаз с него не сводила. Я думаю, что у него хороший вкус, чувство меры. И я думаю, что он никогда не оскорбит и не обидит женщину. Я думаю, что еще у него очень хорошие родители. Это мужчина, который способен на поступки. Я предлагаю нам сейчас посмотреть на второго жениха. Внимание на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Максим Аверин. 33 года. Родители мечтали о том, чтобы он стал актером. В 6 лет получил первую роль в фильме. А в 9 уже играл в театре и учился в театральной студии. Сейчас Максим работает в театре Сатирикон и снимается в кино. Первая настоящая любовь настигла Максима в 16 лет. Девушка отвергла его чувства, но для него это стало мощной эмоциональной встряской. После было много романов. Максим считает себя коллекционером, но в отличие от других он собирает не произведения искусства, марки или значки, он коллекционирует эмоции и впечатления. В отношениях предпочитает любить сам, а не быть любимым. Детство Максима прошло в маленькой квартире, поэтому сейчас он мечтает о большом просторном доме, где будет жить с будущей женой и тремя детьми. Детство Максима Принц Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Юлия. Очень приятно с вами познакомиться. Мне тоже очень приятно. Я думаю, что как бы не был результат сегодняшней нашей встречи, я надеюсь, ну, хотя бы, что мы останемся хорошими друзьями. Пошел Этьюд. Я добрый, хороший, мягкий, кушистый. Ой, какая собачка. То есть у того собаки нет, и тут с собакой пришел. Максим, представьте, пожалуйста, своих сватов. Это мои близкие очень друзья, Володя Фекленко и Денис Рожков. Очень приятно. Максим, что происходит в личной жизни? Личная жизнь, ну вот ты понимаешь, личная жизнь, все как-то на работу ушло. И вот сейчас 33 исполнится, я думаю, ну как-то уже надо мне, да, хватит уже летать, пора приземляться. А что хочешь от семьи? Я хочу, чтобы было очень тепло, чтобы было, чтобы, знаешь, когда вот ты возвращаешься с работы, а ты спишь, я к тебе подкладываюсь и говорю, я дома. И вот это для меня чувство, оно, мне кажется, ничего другого в жизни не нужно. Даже собака загрузилась, да? Даже собака загрузилась. Хороший вопрос возник у меня у Оксаны, то что ты во сколько с работы возвращаешься? Что я сплю? Ну, когда ты будешь возвращаться поздно, я буду спрятаться. Максим, а хотел бы женщину из своего огорода, или все-таки, чтобы она не имела отношения к профессии? Так, я не понял, ты меняешь профессию, что ли? Да нет. А кто да? Нет, я думаю, ну как это объяснить? Огород, не огород. У тебя с человеком хорошо, но это же не значит, что ты с ним кулисами меряешься, там, или... Не, ну, есть истории, когда браки расстаются только из-за того, что жене подарили больше цветов. Нет, не поэтому кто-то успешней, а у кого-то вдруг на кого-то проходит мода. Ну, я против, когда говорят, ой, это вот так, пускай она будет сидеть дома. Зачем сидеть дома? Мне нужна красивая женщина, которая будет выходить на улицу, ее будут все видеть и говорить, это жена Аверина. Обалдеть! Ну, так же лучше. Что прятать-то? Скажи, а какие женщины не нравятся? Не нравятся? Не нравятся. Ну, какие женщины раздражают? Тихошницы не нравятся. Ну, хорошие. Да, когда вот, знаешь, такая овечка, все, я все смыну. Это не мой. Да, тихонько, все ласково, а потом так ночью. Максим, а на какие женские слабости готовы закрыть глаза? А какие будут раздражать? И в конце концов это вас разведет? Я тебе прощу шалость, если ты будешь ходить в дорогие салоны белья. А какие не простите? Ну, если тебе будет не нравиться... Если я буду ходить в салоны дорогого мужского белья. Ну, я, наверное, все-таки мне будет... Ты вообще любишь компанию, да? Ты знаешь, я люблю компанию, но и наступает такой момент, когда я очень сильно могу быть истощена от работы, и мне хочется побыть одной. И тогда любая компания, она будет... Просто у меня есть один грех, понимаешь? У меня дома стол большой, и я его покупал для того, чтобы все мои друзья собирались. И для меня это вот всегда было важным очень, что дом должен быть полным. Ну, несерьезно. А потом все актеры пьющие. Да, пьют, да? Не то, что мы телеведущие. Девчонки, у вас есть вопросы к Максиму? Ох, девочки. Есть, конечно. Максим, а ты куришь? Да. А что такое? Надо будет бросить. Нет, дело не в этом. Просто в моей семье никогда никто не курил. Я буду ходить на личную клетку. Я привык к этому. Я не куришь колен. Нет, нет, нет. И в маке. Для меня это просто важно, Праса. Важно, потому что я знаю, что мне это будет некий дискомфорт доставлять. А я, например, знаю, зачем обманывать. Я все время говорю, Гитлер не пил и не курил. Ну, какой был неприятный человек. Это все понятно. Давай так, сделаем скидку на то, что... Пускай у нас будет кабинет, кабинет, вот где будут кресла такие, сигары. Я буду трубку курить, хочешь? А потом заедать апельсином. Да. Или чесноком. Нет, вискарем. И клизму делать на всякий случай, чтобы не воняло. Да, абсолютно после трубки. Две. Долг и после. Зачем? Просто эту кружку эсмарха вешать, там, литры на три. Вот идеальная модель семьи для вас. Дети. Обязательно. Мы ездим по большим магазинам и покупаем им одежду. Игрушки. А когда дети? Когда дети? Да. Да уже надо бы. Уже надо бы. Роза и Василиса. И нам нужно уже посмотреть на сюрприз, который приготовил. У нас же тоже есть собака. А, какая у тебя собака? У меня йокшинский терьер. Ну, что? У тебя... Девочка карликовая. Только она у меня килограммчик есть. У меня полтора. Нормально. У меня шесть с половиной лет уже. Это тоже хорошо. Опыт. Смотри, сколько у вас общего? Общая реальность. Роза, что ты скажешь? Я скажу после. Нет, а я скажу сейчас. А я скажу сейчас. Я на самом деле хочу задать вам вопрос, как всякому стрельцу. Как ставите перед собой главную цель жизни? Потому что у каждого стрельца есть неизбежная такая цель, к которой он идет всю свою жизнь. Но чего хотите достигнуть? Это может быть и в актерской профессии, и в семье. К чему идете? Куда? Живете? Мой максимум – это дом, когда мы будем уже такие старенькие, детям оставим все квартиры в Москве и на берегу моря будем жить. Будут бегать собаки, и нам дети будут писать телеграммы. Родители, мы вас любим. Ой, очень красиво. Супер, супер. А я хочу посмотреть, Светлана, сюрприз, который вы пригодите. Я волнуюсь. Я как волнуюсь. Боже мой, один жених танцует, другой поет. Мужики талантливые. Почему таких хороших женихов? Извините, что я к вам скажу. У меня единственная просьба, поскольку все-таки я артист. Лариса, можно вас тоже сюда? Конечно. 21 век, чувак в джинсы, в сапоги заплатил. А я что буду делать? А ты просто красиво стой. Что еще от меня требуется? А ну, абонент, это 775286. Оренбург вызывает. Отлично. Для меня эта ночь незаконна. Я бежу по ночам больше тем. Я срываю диск телефона и набираю вечное 07. Плохо, правда, но молодец. Молодец, молодец. Как вас звать? Дома. 72-я, что дыхание задая. Быть не может. Повторите. Я уверен, дома. Ах, вот уже ответили. Ну, здравствуй. Это я. Здравствуй. А это я. Для меня эта ночь незаконна. Я не сплю. Я кричу поскорей. Почему мне в кредит по талону предлагают любимых людей? Девушка, слушайте. 72-я. Нечего за женщинцы мои стоят. Дьявол в селе. Я завтра улетаю. А, вот уже ответили. Здравствуй. Это я. Спасибо. Браво. Я никогда этого не делал. АПЛОДИСМЕНТЫ Слушай, какой ты классный. Молодец, молодец. Ой, молодец. Спасибо тебе. Барни, отправляйте в свою комнату и посмотрите на Юлю оттуда. Собака. Юй-юй. Собаку забрали. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлечка, ну как тебе, Максим? Он другой такой, другой. Немножко загадочный. Он мне очень близок по духу, в понимании вот такого семейного очага. Вот. Единственное, что, конечно, конкуренты мешают. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, молодец. Девчонки, как вам, Максим? Ну, я не знаю. Когда Максим исполнял свой сюрприз, мне на какое-то время показалось, что он пришел к вам. Ко мне. Да. Мы приехали. Угу. Да? Ну, не знаю. А что, между прочим? Что, все только вам, что ли? Шоу-бизнесы? Да. Да, мне кажется, должны все ломиться к вам. Да. Послушайте, по-моему, я вам тоже нравлюсь. Да? Корнелия вам. Очень прекрасная. Слава богу. Ой, мы не настроили. Да, все, я вам плохая, девочки. Нет. Мы вас к себе забираем. Правда? Да. Ну, классно. А мы не отойдем, не надо. Ой, как приятно. Так. Сидя, а где носик? Где носик? Я к нам. Счастье мое, счастье мое. Не воруйте у нас хлеб. Уже идите в свою программу. Так. О, боже. Послушайте, что здесь происходит? Я думаю, Юля, из-за вас уже там мужчина будет сейчас... Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вы здесь обсуждаемый. Мужчина готов, так что не переживай по этому поводу. И самое важное, что ваши взаимоотношения по вашей совместимости могут говорить о том, что ваши отношения станут отношениями уважения. Он всегда будет давать тебе пищу не только для того, чтобы чувствовать себя значимой, но и чувствовать себя еще и счастливой. А это хорошая задача. Ну, на самом деле, союз Цельца и Скорпиона неплохой. Я перечислю некоторые его однозначные плюсы. Он старше тебя. Это раз. Тебе нужен мужчина серьезнее и старше. Он достаточно брутален в каком-то смысле слова. А тебя привлекают мужчины. Вот с некой такой маскулинной, можно сказать, нотой. Но ему нужна муза, которой он мог бы служить. А она отдала бы ему свою жизнь. И, возможно, своим творчеством тоже где-то пожертвовала ради его успехов артистических и карьерных. С другой стороны, ты же хотела детей. Придется когда-то заниматься именно ими, а пускай карьерой и занимается муж. А потом вы думаете с детьми? Почему бы нет? Когда мы слушаем другие слова. Они здесь много что говорят. Другое дело, как они поступят потом. Не верить? Нет. Мужчинам вообще верить нельзя. Заверяй на проверяй. Девочки, у нас еще есть третий жених. О, Боже. Его-его увидим после рекламы. В эфире «Давай поженимся» эта программа о том, как найти спутника для звезды. Ну что, у нас остался еще один жених. Давайте посмотрим на него. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Носик. 37 лет. Вырос в семье известных актеров. Мама была против того, чтобы он шел по стопам родителей. Но несмотря на это, уже с детства Александр играл в малом театре и вместе с родителями снялся в фильме. После окончания театрального училища много работает в театре и кино. Александр сторонник патриархата. Убежден, что даже при равноправии в семье ответственность всегда лежит на мужчине. Поэтому и решение должен принимать он. Александр считает себя собственником и ревницем. Из-за сложного характера потерял любимую девушку, и теперь он готов усмирить свой нрав. В девушках он больше всего ценит терпимость, уравновешенность и чувство юмора. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, Сашечка. Здравствуй, Юля. Не будем скрывать, что мы с тобой не знаем друг друга, но мне очень приятно тебя видеть. Взаимно. К столу проходите. Цветочки есть, обамчик есть, хряники есть. Все есть. А что Турчинский один? Что он, типа один за двоих, что ли? Ну а что, нет, что ли? Ну да. Привет, Саша. Добрый. Ну я не знаю, уместен ли вопрос. Представьте своего свата. Значит, совершенно никому неизвестный начинающий спортсмен, возможно в будущем артист и отчасти шоумен, мой очень близкий, очень любимый друг. Владимир Турчинский. Где его Мухтар? Собаку потерял. Здорово, отожрался. Мухтар отожрался. Мухтар. И говорить научился. Саш, ну что с личной жизнью? Ну как бы, раз пришел сюда, значит, значит, поиск. Значит, нестабильность. Значит... А слушай, расскажи мне, пожалуйста, вот про патриархат. Что это? На самом деле, я считаю, что... Мужчина несет ответственность за семью. Так было, и... Это не только дань традиции. На самом деле, это правильное распределение, наверное, ролей. В нашем мире этого не хватает. Саш, но при этом ты же все равно готов на диалог, правда, с женой? А без диалога не будет ничего. В любом случае, если нет диалога, значит, в семье люди чужие. Саш, но вот такая модель семьи подходит для все-таки женщины, которая не в шоу-бизнесе, не актрисы. Здесь есть одна хорошая особенность. Мы оба понимаем, что это такое, что это за профессия. Я думаю, что это знание... На самом деле, эта профессия в семье, если ее владеют два человека, может привести к катастрофе, к разрыву, а может, наоборот, привести к пониманию принципов сосуществования. Было сказано в ролике, что я собственник. Я через это прошел по полной программе. Собственность, ревность. Мне кажется, что сейчас я смог это преодолеть, потому что обладать нельзя. Если ты хочешь, чтобы человек остался, будь таким, какой ты есть. И если ему этому человеку это нравится, если ему это близко, он останется с тобой. Абсолютно свободно. Я детей воспитываю тоже в свободе. Но они знают границу этой свободы. Граница определяется совестью. Когда дальше нельзя, это не обсуждается. Вот где будет граница свободы твоей жены? Вот чего нельзя никогда? Надо вопрос ставить иначе. Где будет граница обоих супругов? Ставим так. Володь, Володь, ты слышишь? Саш, мне нравится говорить с тобой. Послушай, вот сейчас я за гражданские браки, пробные браки. Ну, это когда мальчики. А когда у тебя девочка, которая из одного гражданского брака переходит в другой гражданской, у мамы начинает сшиматься от сострадания к дочери сердца. Как ты относишься вот к этим пробным бракам? Если бы я сказал, что я к ним не отношусь, я бы солгал, потому что официально я никогда женат не был. Все приходит с возрастом. А что помешало тебе? Если можешь, конечно. Наивная такая мужская присказка. Ну, не надо мне напоминать про брак. Я, если мне с тобой хорошо, я сам скажу, останься сегодня, останься завтра, возьми ключи, не уходи. И когда я пойму, что ты уходишь, я говорю, нет, 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 давай, давай, давай. Да вас не дождешься просто. Вот может быть и так. Может быть, скажешь, вас подводить надо, пожалуйста, если можешь. А что о тебе обязательно должна знать твоя потенциальная женщина, жена? Я тяжелый человек, я скорпион, я тяжелый человек. Я так же, как и те, мне требуется иногда побыть одному. И надо очень долго учиться, долгие годы, чтобы понимать, что в этот момент человек не забыл о тебе. Он просто находится на своей кухне, это время ему нужно. Владимир, я хочу к вам обратиться. Что в Саше особенного? Чего нет в других мужчинах, друзьях? Хочется, прежде всего, сказать, то, что это единственный из всех виденных мною здесь, кроме меня, зрелых мужчин. В хорошем смысле. Потому что, как это ни парадоксально, на мой взгляд, главный недостаток у мужчин – это отсутствие возраста. Турчинский тоже выводит в тему такую. Знаешь, давайте мериться, измените. Да. А здесь мы увидим человека абсолютно сложившегося, который понимает, что он хочет, что он хочет от невесты, что он может ей предложить. А здесь до этого, простите меня, я как спортсмен сужу, были некие вольные выступления на то, как здорово поют, как там великолепно танцуют. А здесь нормальный разговор о том, что человек хочет. Более того, я и Юленьку, ну, как прекрасно, хорошо, довольно давно знаю. И более вменяемых людей в шоу-бизнесе, не нравится мне это слово, я не встречал. Вот совет бы да любовь такой паре. А у меня тоже есть вопрос. А как вы любите отдыхать? Я очень люблю гулять, я очень люблю Новые Города, я очень люблю ездить. С утра я люблю кашу, бутерброд с маслом. На завтрак я беру встану, на вечеринку. Юлечка, у меня одна просьба, если ты выберешь меня, пожалуйста, не мой мой гранен стакан, в котором храню свастяную челюсть. Я очень люблю активный отдых. Потому что Юля очень энергичная. О, это как раз туда, это туда. Саша, а вот в твоем представлении идеальная семья какая? Я боюсь слова идеальная. Нет идеальной женщины, нет идеального мужчины. Ну, если ты фантазируешь, можно же фантазировать себе жизнь. Нет, я отвечу так, я, наверное, сказательно, идеальная семья – это семья счастливых людей. А вы верите в дружбу, да, между мужчиной и женщиной? Верю. Бывает такое, да? Бывает, хотя всегда у отношений мужчины и женщины есть сексуальное или начало, или какая-то... Это абсолютно точно, это есть. Знаете, как говорят, пусть это сурово и цинично, но это правда, после того, как они были любовниками, у них гораздо больше шансов быть друзьями. Спасибо. Ради бога, никто не задал вопрос. Юля, ты готовить умеешь? Ой, молодец! Простите, ради бога. А кто ему должен честно ответить? Честно? Ну, конечно, честно. Это то, что я люблю делать больше всего по дому. Вот я готовлю очень хорошо. Все, остальное не все. Меньше. Саша, покажи сюрприз. Сюрприз. Идем. Мамочка. Бесударыня. Помоги, пожалуйста. А что это будет, Саша? Так вот, я подумал, что тебе уже спели, тебе уже станцевали. А накормить и согреть еще никто не накормил и не согрел. Я не скажу, что я умею готовить, но по крайней мере я готов к экспериментам. Так, клубника, вот ты знаешь, прости, не успел почистить. Ну, сейчас хотя бы... У меня уже слюнки тихо. Отлично. Геетический, это геетический смысл. Как ты, корица? Хорошо. Хорошо. Спички, зажигалка. У кого есть? Я могу свое сердце тебе отдать, чтобы зажечь этот бокал. Подожди, этот бокал зажгу я. Есть, спасибо. Отлично, мы тоже пьем. Юля, он курицет. Ты не куришь? Нет, я не курю, честно могу сказать. И я не пью. А кому мы делаем напиток? Мы делаем его просто в честь Нового года. Этот напиток называется самбука. Правильно. Это вообще запрещенный прием, потому что, смотрите, сначала я станцевал, я ее потанцевал, второй ее сейчас, значит, пропел, на уши присел. И тут ее напоят, сейчас ее утащат, ведь? Так нечестно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Тебя можно на конкурс барменов. Красава. Рано. Рано? Он работал барменом. Боже мой. Это раз. Это два. А что, она это просто подходит? Нет, может ты просто подходит, только аккуратнее обожгись. Надо же пускай подержится. Ой, как два. И это, извини меня, вот, знаешь, как в старой добрке. Это три. Ура, браво, браво. Спасибо. Спасибо. Ребята. Ой, можно крик, мочу. Горь, Саш. Я возьму с тобой. Спасибо, Саш. Саш, ну классно. Ну даже глупо спрашивай, понравился или нет. Ну, супер. Ребят, молодцы. Все, идите в комнату и ждите результат. Спасибо, Саш. Спасибо. Девочки. Молодец. Это просто. Вова, не надо, потом. Умей достойно проигрывать. Юля, я вот что вам скажу. Я, конечно, поражена, потому что Саше 37 лет, и он с таким достоинством несет этот возраст. И на него так приятно смотреть. Ребят, это порода. Он, правда, искренний. Юля, через 20 лет тебе будет 46, а Леониду будет 44. Он будет в полном расцвете сил. А Леонид любит женщин за 30. А Носику будет уже 57. Подумай об этом, Юля. Я уже не говорю про Турчинского. Я уже не раз говорила, что союз двух скорпионов это не самая простая вещь на свете. И из огня до в полымя, что называется. Когда два таких клубка чувств сплетаются, в общем, с этим сложно совладать. Я боюсь, что Юля, он показался слишком чувствительным. Несмотря на свою искренность, несмотря на свою неподдельность. Наверное, показался, может быть, в каких-то моментах слишком тонким. Я думаю, она бы хотела быть тонкой женщиной рядом с более простым мужчиной, с более просто устроенным. Ну вот мы и познакомились с тремя необыкновенными женихами, о котором мечтают, наверное, полстраны. Ну что, девчонки, кому посоветуете, Юля? Ох, не знаю. Ну, Леня еще, мне кажется, молод ему гулять и гулять. Он веселый. Он веселый, он обоятельный, но он еще много девичьих сердец разобьет. Пусть разбивает. Жестко ты. А Максим, ну я его, нет, мне он очень понравился. Максима я не поняла. А Саша мне показался настоящим. Очень искренне. Ну, решать подруги. Юля, скажите о каждом из ребят. Я могу сказать, что в любом случае я счастливый человек, что за мое сердце борются такие достойные мужчины. Я вот, например, жила и общалась с ними, не знала, что они такие настоящие все. Что сказать, Алене, я его, скажем так, немножко подсмотрела быстренько под своим таким серьезным углом, потому что как раз таки я его больше знала с его актерской такой шоуменской профессией. Все время в буре эмоций, в хорошем настроении. А я понимаю, что это такой же нормальный обычный человек, который может грустить. Максим для меня абсолютный вообще мужчина-загадка, потому что я никогда с ним не встречалась. Я его просто слушала и вот взахлеб, и мне казалось, что вот это вот мне очень-очень нравится. Вот это с этим я не согласна, но в любом случае эмоции только сверх положительные. Что касается Саши, во-первых, я, честно говоря, не знала, что Саша скорпион, я только лишь могла догадываться. Но сейчас для меня многое становится понятным. Сейчас я понимаю, что это вытекает из того, что он очень опытный, сильный, понимающий. И неординарный мужчина. В общем, честно говоря, голова моя кипит. Я не знаю, что делать. Когда бы мы жили без затей, я нарожала бы детей от всех, кого любила, всех видов и мастей. Каждый из этих фантастических мужчин достойно, я не знаю, отдельной программы, отдельной истории, отдельной жизни. Леонид, вот я мама 16-летнего мальчика. Вот я хочу сказать про Леонид. Вот мамина радость. Вот замечательный, безупречный, красивый, талантливый, добрый. Это же видно, у него же совершенно фантастический взгляд. Умница, будет расти 24 года, и парень как соображает. Юля, Юля Ковальчук, я люблю тебя как лук. Я люблю тебя родную. Я тебя люблю одну такую. Вот, вот спасибо, Диме, говорю я. Максим, ну актер, актер, ну это же видно, какой потенциал. А как пришел, как все продумал. Собачка, весь в черном. А как спел, ребята, какой сюрприз был. Но Юля в вечном состязании, кто перший, поломайте ноги, и тебе рано, ему, я думаю. Понимаешь, вот вы, мне кажется, будете бежать по двум разным совершенно берегам. И Саша, ну я уже все, что могла, я сказала. Он необыкновенный, он просто мужчина. Созревший мужчина. Но мне его жалко, Юль. Ну, тебе как бы до него еще вырасти нужно. Ты маленькая. У него должна быть любящая и верная подруга, понимаешь? Потому что вот это время, которое ты будешь тратить на свою карьеру, а ему нужна будет женщина рядом, она вас вымытает. И я думаю, что союз ваш будет недолговечным. Роза. Ну, я всегда за любовь, потому что женщина – это хранительница. Она хранительница не только очага, но и созидательница любви. Вообще, я всегда говорю, мне вообще все равно, что любить. То есть, другими словами, мне любого мужчину давай, любого любить буду. Но тот, кто больше внушает доверие и, собственно говоря, против психологии тоже не попрешь. Ну, конечно, Александр. Тем более, мне очень нравится уже состояться эти мужчины. Я же так говорю, щенки, кабель, обни соперники. Ну, а Леонид тебе чем не состоялся? Вот мне нравится. Он же не кранованный. Ну, конечно. Посмотри, 24 года, сколько он добился уже. Из стула приехал. Подарки какие, неблагодарные. Неблагодарные. У меня дочка растет. Для чего? У меня дочка растет. Да-да-да, Леонид, я забираю твой подарок, потому что она злый день. Дочка растет. Все, вы погурите. Все, а я вот не... Думать, заберу Ларису. Вот ни с кем не соглашусь. Вообще ни с кем. Потому что я считаю, что Лев Скорпионы не поймет, а Скорпион Скорпионы и не вынесет. Единственное, кто тебя может вынести здесь, это Максим, конечно же. Потому что он абсолютно серьезно нацеленный. Поэтому я за Максима. А сейчас забудь все, что мы тебе здесь сказали. Слушай свое сердце. И иди туда, куда оно тебя позовет. А мы тебя поддержим в любом случае. Давай пальцу-ка. Я, честно говоря, правда, клянусь вам, не знаю, кого выбрать, потому что настолько все замечательно. Мальчик, идите все ко мне. Давайте. Сейчас она говорит. Внимание, найдите себе пару среди тех, кого вы сейчас увидите на экране. Если вас заинтересовал один из них, отправьте СМС с номером участника на номер 4-4-ки и станьте участником программы. Сергей, 27 лет, номер 174. Владелец холдинга. В свободное время веселый хулиган. Ездит на бешеной скорости, любит путешествовать. Свяжет свою судьбу со светловолосой девушкой модельной внешности и грудью второго размера. Умной и обаятельной. Елена, 27 лет, номер 183. Профессиональный хореограф. Осваивает профессию менеджера. Активная, эмоциональная и амбициозная. Ищет уверенного в себе мужчину, готового стать лидером в отношениях. В любом случае, боже мой, никого не выбрала. Неблагодарная. Юля, объясни. Просто они настолько хороши все, что, наверное, мне не хватило времени передачи, чтобы сделать этот сложный для меня выбор. Вот, мужчины, вы все прекрасны, вы мужественны, вы... Слани на свидание. Вы... Да, давайте сделаем так. С Леонидом я пойду кататься на коньках. С Максимом мы идем в зоопарк с нашими собаками гулять. Сашечка, а с тобой мы идем в ресторан. Договорились. Все, ну посмотри, ну все решили. Всех выбрала. Тогда я всех и приглашаю сюда выйти. Да? Вот такая разборчивая невеста. Жаль, 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 не сложилась пара, Юля. Но я все равно тебя от души поздравляю. Спасибо. С праздниками, со всеми. И я очень хочу, чтобы твоя все-таки жизнь и твоя судьба сложилась удачно. Спасибо, Лариса, огромное. Пусть и без помощи нашей программы. Мужчины, спасибо вам за то, что вы есть. С вами была Лариса Бузеева. Желаю вам, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. С Новым годом! С Новым годом! Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова